Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и я хочу поделиться своей личной радостью. Наконец-то за один день, 18 часов до окончания данного ивента у меня получилось таки, получилось выбить себе фараона из контейнеров. Ребят, мне пришлось слить немножко своей кровной голды, но я просто таким, ну не мог, не мог не воспользоваться данным шансом, с учетом того, что у меня было улучшение шансов на открытие фараона из контейнера, а именно 14%, это безусловно не 30%, вопросов нет. Но я все-таки смог его себе выбить. Так, чтобы вы понимали, я на 6 аккаунтах прошел данный ивент, я собрал этих, блин, мэджаев всех. Ну, короче говоря, ребят, я приложил столько сил, столько вообще эмоций негативных ощутил от этого ивента, и наконец-то, наконец-то, можно сказать, там практически в последний день ивента я смог все-таки себе заполучить данную машину. Вы себе не представляете, какая радость у меня на душе, я уже делал обзор на данную машинку, вот здесь в конце видео будет ссылочка, по которой можете зайти и посмотреть. Я делал обзор данной машинки, но она мне не принадлежала, теперь же она мне принадлежит, и я безумно, безумно этому рад, наконец-то, мне повезло. Так, чтобы вы понимали, за 8 лет, 8 лет игры в танки из платных контейнеров, мне, наконец-то, выпал хотя бы один танк, за 8 лет, это просто чума какая-то. Я уже, честно говоря, думал, что, блин, я не знаю, там, может, к бабке какой-то сходить, чтобы она мне яичком по темечку выкатала, может, какую-нибудь шептушке, чтобы она с глаз меня сняла. Потому что, что я не покупал, какие контейнеры я не брал, я брал контейнеры, собери их все. Я брал, там, контейнеры ПТ-шек, я все, что угодно, короче говоря, покупал, и мне не выпадало ровным счетом ничего. За 8 лет мне выпало исключительно 3 машины из бесплатных контейнеров, которые вы, там, открываете с периодизацией, либо за просмотр рекламы. В частности, мне выпал М10. Короче говоря, ребят, я просто в таких эмоциях сейчас. Я сейчас пишу видео, вот буквально, там, через 20 секунд я включил на запись. Я не знаю, почему я не включил на запись в момент открытия фараона. Наверное, я не верил, в принципе, в то, что шансы хоть какие-то есть, и не думал, что видео с открытием и неполучением, соответственно, мне что-то, там, даст в виде просмотров, и явно видео не вызовет интересов. Ну, открывает пацан, ему не везет, ничего не выпало, и дальше что-то. Ну, короче говоря, ребят, эмоции такие просто вообще зашкаливающие. Я не знаю, я сейчас, он ломанулся непонятно чего в город. Вообще, честно говоря, против восьмерок, как бы, на нем играть стрёмно. Восьмерок нет, наверное, из-за этого и ломанулся. В общем, ребят, не знаю, у меня такая буря эмоций сейчас, у меня такие позитивные впечатления, что, походу, я буду сидеть сегодня всю ночь только на нем и играть. Я понимаю, что машина там не сильно прям совсем имба, но, блин, я настолько сильно ее себе хотел после того, как покатал на обзоре на ней. Ну, прям вообще словами не передать, насколько мне хотелось эту машину. Я даже не знаю, честно говоря, что вам сейчас рассказывать. Рассказывать вам о фараоне, так вы этого фараона уже как облупленного знаете в рандоме. Я получил эту машинку слишком поздно, я это понимаю. То есть, многие игроки получили данную машину гораздо раньше, чем я. Многие обзорщики уже 40 раз сняли. Еще в первый день, как только ивент открылся, я уже видел выкладки на ютюбе с полным разбором данной машины по ТТХ. Там, короче, по тому, что она может, не может. И насколько сильно вам необходимо свою попу рвать в усилиях над тем, чтобы все-таки ее заполучить. Ребят, я... Вот, честно, я не верил, что я ее открою. Я понимал, что, блин, шансы мои практически нулевые, с учетом того, что мне, как правило, вообще ничего не выпадает из платных контов. Но в данном случае, вообще, просто, моему удивлению, реально нет абсолютно никакого предела. Я настолько люблю вот эти ивентовые машины седьмого уровня. Ну, не знаю, мне нравятся, ребят, вот все вот эти хэллоуинские тачки. Я делал выкладки, кому интересно, зайдите на канал, посмотрите. Я выкладывал там катки на машинах ивентовых, посвященных Хэллоуину. И я просто таким неимоверный кайф ловлю от того же могильщика. Я обожаю просто-таки эту машину. И я просто-таки обожаю, допустим, я не знаю, того же Франкенштанка. Это машины, которые уникальные. Таких машин в игре больше нет. И что бы там ни говорили, да, это может и не имба, но это уникальность. И я именно за уникальность и люблю все вот эти аппараты, которые ивентовые. Но не те, которые, как Мэджай, допустим, просто перерисован там с экселсера или добавлен к нему барабан. И то в нем все-таки хоть что-нибудь да есть. Короче говоря, ребят, я вам похвастаться. Это моя первая катка на Фараоне. Я безумно рад. Ребят, кто хочет поддержать мои позитивные эмоции, я вам буду безумно благодарен. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал по желтому шильдику вот здесь вот в правом нижнем углу. Я всегда жду вас на своих видео. У меня на канале найдете исключительно честные обзоры от честного среднестатистического игрока, который показывает, как играются машины реально средними руками. Не имбовыми, не скилловыми. И в моих видео, кстати, ребят, вы никогда в моих видео не услышите и не найдете информации по поводу того, как не быть раком, куда конкретно надо ехать, на какой карте, и как конкретно вам надо играть на ваших танках. Играйте так, как вам нравится. И пофигу, куда вы едете, в каком направлении. И пусть вам фартит так, как фартит мне. На данный момент у меня все. Всех благ, мира вам и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин